Приветствуем, друзья! На библейском портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Хорошо ли быть скромным в наше время? Предполагать, будто Христовы заповеди или, лучше сказать, сам Его образ, о котором Он говорит? Научитесь от меня, как роток есть, мы смирен сердцем, как будто это может устареть, и наше время какое-то другое, и брать во Христе пример и для своего собственного действования может оказаться уже неактуальным. Я думаю, что такого времени никогда не будет, и всегда будет действовать тот закон, о котором сказал Господь и Сам лично, и через пророков Своих, например, в Евангелии от Луки, всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Законы Боргом, установленные в мире человеческом, именно таковы. Если кажется это тебе продуктивней, плодотворней, превозноситься, надмиваться, гордиться, попробуй на собственном опыте, но каковы будут плоды, какие результаты, не зря ветхозаветный премудрый учитель говорит, не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Не надо ничем хвалиться, не надо пытаться продемонстрировать свою особенную либо красоту и благообразие, либо ум свой, либо богатство свое, поступающий так по совету премудрого во все времена, как в древние, так и в настоящие, обрекает себя, во всяком случае ставит себя под угрозу скорой гибели. Как ни странно, эти надувательства самого себя оказывают человеку дурную услугу. Он думал насытить душу свою тщеславную сладостью от превосходства над другими, а постигает его иногда настолько огненное непосильное искушение, вплоть до разлучения с жизнью, в котором виноватым оказывается он сам по причине недостатка скромности, по причине того, что перебрал на себя больше, чем мог понести, забывая, что он всего лишь человек, забывая благодарить Бога, но более пытаясь надмиваться над ним, своими мнимыми добродетелями, не умея воздать славу причине этих добродетелей, он именно себя немощного и уязвимого представлял причиной собственных достоинств. В этом есть роковая ошибка на все времена. И премудрый совет апостола Якова звучит в его соборном послании. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, чужда плотских страстей, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот характеристики подлинной премудрости того сокровища, которым действительно стоит, если не сказать на светский манер, гордиться за который, который нужно беречь и искать который, и за который Бога благодарить. А надмиваться над окружающими, лишившись скромности, гордиться и возноситься по сравнению с ближними, есть печальный путь, окончание которого и крах всех надежд земных, и, что самое ужасное, вечное от Бога отчуждение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok